Тема работы коллектора в городе Орехово-Зуево не самая приятная к просмотру, но самая, что ни на есть, бытовая и жизненно важная. Активные капитальные работы на улице Урицкого начались на этой неделе. Предстоит заменить 150 метров старой трубы, на которой с осени прошлого года образовалось сразу пять провалов. Самотечный коллектор перестал работать нормально, что на себе стали ощущать жители густонаселенного района. Было принято решение не локально три провала сделать, а сделать сразу весь участок, который на сегодняшний день начал обрушаться. Это порядка 150 метров. Понимаем, что общая протяженность этого коллектора составляет порядка тысячи метров, чуть больше. И для того, чтобы полностью его восстановить, необходимо более 200 миллионов. Мы сегодня пытаемся зайти в федеральную программу для получения денежных средств, так как средств ГУП МОКСМО и тарифных денег, которые жители оплачивают, не хватит для полной его замены. Если у нас все получится, то в этом году мы планируем полностью заменить этот участок. Износ труб советского наследия около 80%. Еще и сами жители, сами того не понимая, парализуют работу коллекторов раз на конца города. Это стало заметно особенно сейчас, когда проводится промывка центральной части системы. У тебя там получается? Да, замечательно работаем. Ну, 350 было на вчера. Это вот 1200, который там, да? На сегодняшний день уже 520-570 вот так вот метров промыва. Что достаешь от того? Все. Основная проблема это сейчас тряпки. Там тряпки, песок, ну, ему сколько, ему уже почти 50 лет, его уже никто никогда не мыл. И влажные салфетки люди, на самом деле, вот этот самый бич. Смывать все ненужное в систему канализации – это тоже привычка из прошлого. В Крыму, например, уже давно жители так не делают. А в туристических районах можно проводить конкурс на креативность памяток в общественных туалетах. Простите за такие подробности. Проблема с водоотведением становится системной, поэтому на государственном уровне заявлен ряд программ по модернизации систем. Подобные проекты по инициативе губернатора запустят в этом году и в Подмосковье. Администрации округа поданы заявки на участие во всех программах.